Всем привет, с вами Дэн, и у нас коробочка G-Shock. У кого есть G-Shock? Напишите в комментариях. Интересно, напишите какие. Напишите какие обязательно. Так, значит, эконом-версия у нас по коробочке прям. Так, всё на японском языке, такая инструкция. Маленькая, прижатая. Ну, ладно, хрен-то. Так, целлофановый пакетик. Ого, тяжёленькие ребятинички-то какие. Так, я читаю. Что-то коробка у G-Shock'ов похожа на поганый дизайнер. Но главное, что внутри, потому что G-Shock это G-Shock. Ух ты, слушайте, какой у него безель. Какой безель. Так, как тут тебя... Где тут ты? Где тут ты разбираешься-то, а? О, вот так. О, вот она. Вот она. Так, значит, распаковал. И, честно говоря, такое впечатление почему-то они мне напоминают блок Big Bang. Вот, не знаю, но очень похоже. Очень похоже. По духу, естественно. Что касается референса этой модели, здесь давайте на бумажечке посмотрим GST-B400XD. Это лимитированная версия, довольно-таки редкая и дороже стоит, чем все одноклассники из этой же линейки, потому что здесь, ну, тут безель из карбона. Ну, я их брал на Джуми в Creation Watches за 49 они там были, без учета купонов, естественно, там с купонами все подешевле. А в российском ритейле они в два раза дороже. Вот, кстати, кстати, кто еще не знает, у меня есть в Creation Watches на Джуми свой личный купон Dengitat в описании, кстати. Все ссылки и этот купон я оставлю, если что, берите. 10% скидка будет у вас всегда. Ну, в общем, модель эта вышла в конце 2021 года в серии G-Steel в стальном корпусе, да, с черным циферблатом матовым и карбоновым безелем. Вот этот вот тот самый брутальный такой рубленый корпус B400, он всегда, да, из стали и полимера. Он был обновлен как раз, вот, ну, считайте уже, да, сколько там, два года назад. Толщина там всего 12,9 мм, и на момент, когда эта линейка была представлена, это был самый тонкий стальной G-Shock. Здесь в часах есть технология Carbon Core Guard, когда модуль защищен от любых механических повреждений сверхпрочной такой карбоновой капсулой. Сверху идет уже стальная накладочка такая, да, и карбоновый безель еще сверху идет, ну, и литой браслет в этой линейке. У этих часов, кстати говоря, есть Bluetooth, так что можно подключить к смартфону, и все функции настраиваются смартфона на вашем телефоне, вместо того, чтобы кнопками этими пользоваться и что-то там читать инструкцию, а многие ведь не могут ее читать, да, потому что все меня всегда спрашивают, Дэн, а как же пользоваться кассею G-Shock, покажи на ролике, сделай 30-минутный разбор всего функционала. Значит, человек просто не может взять в руки инструкцию и использовать. Ну, вот так вот. Но, ладно, тем не менее, значит, в этих часах есть солнечная батарея, так что будут заряжаться от любого источника света, как мы уже сказали, Bluetooth есть, смартфоном ссинхронизировали, все у нас в шоколаде, все удобно. Двойная подсветка дисплея, циферблата, водозащита 200 метров, как у всех G-Shock'ов, таймер, двойная светодиодная подсветка, 5 будильников, календарь, мировое время, секундомер, экономия энергии. Короче, все базовые необходимые функции здесь есть, что на самом деле удобно. То есть, если вам нужно что-то более такое замороченное, да, когда там какой-нибудь альтиметр, да, там что-нибудь еще, это другие линейки. А вот здесь такие стальные, тонкие, удобные, на каждый день, на спорт, неубиваемая модель. Но, опять же, в этой версии, вот именно вот эта лимитированная версия, где карбоновый безель, она стоит подороже, и, наверное, вы ее захотите такой, ну, как бы такой немножко спортивный люкс, да, потому что можно взять B400, которые существенно дешевле именно, чем вот эта версия. Но, если вы выбираете стальной G-Shock, и чтобы он смотрелся круто, мне кажется, вот этот вариант, он прям, он хорош. Я смотрю на этот безель, и он мне нравится. Опять же, я говорил, что вот это впечатление от Big Bang модели у меня возникло, и, слушайте, мне нравятся, выглядят они круто. Давайте, кстати, посмотрим по размерам, вот в этой самой широкой части у нас 49,4, если возьмем по безелю, ну, где-то так, 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 43,5 уже вполне себе такой гражданский размер, а вот если посмотрим здесь, между кнопками, 45. По высоте 13,1, да, 13 я намерил, 12,9 там заявлено, ну, короче, плюс-минус. Понятно, а в толстая часть браслета 26,7, тонкая часть здесь 20. Ну, и от ушка до ушка 46,7. Так что часы, в принципе-то, несмотря на кажущиеся крупные размеры, они довольно-таки средние. Мои запястья 18,5, слушайте, ну, посадка прям хороша. Здесь, по большому счету, ушек нет, браслет крепится, да, вот здесь удобно. Мама такой разъем, хорошо подходит, ничего нигде не топорщится, прям свисает аккуратно браслет вниз. Класс, посадка хороша. Про запас у нас, ну, сколько, сантиметра 3 здесь есть, плюс можно немножко поднастроить, есть настроечки, да, какой-то дайверской здесь расширения нет. Ну, короче, на, если прям у вас совсем крупные запястья, не сядут. Если 20, сколько, 21, наверное, сядут, если больше, то, думаю, нет. А сторонний браслет, сторонний ремешок, это только кастомное что-то делать. Но посадка классная, слушайте, мне прям нравится. Часы смотрятся круто. Вот этот черный цвет плюс сталь, ну, классно, классно. Такие с базовыми нужными функциями G-Shock есть Bluetooth, есть солнечная зарядка. И, в принципе, это все, больше сюда и ничего не надо. Вот лично мне, например, не нужны никакие вот эти дополнительные датчики, которые утолщают только этот корпус. А вот здесь вот, ну, в базе есть все и выглядят они круто. Класс, супер. Понравилась эта модель, мне прям зашла именно вот в этой версии. Да, она чуть дороже, но я вот готов доплатить за такой безель просто потому, что выглядит круто. Я думаю, что у вас у многих может быть другое мнение. Но, тем не менее, у меня вот как бы такой вот подход, наверное, именно к стальным G-Shock'ам. Потому что, понятно, что можно купить самые недорогие G-Shock'и, там, тысяч за 10. 156 грамм, кстати, не тяжелые. Тысяч за 10 берем и радуемся, они будут на все, да. А если хочется, чтобы G-Shock выглядел круто, то, наверное, что-то вот уже такое. По отделке корпуса у них давно уже G-Steel'ы выглядят, ну, прям приятно. Хорошая такая здесь и зеркальная полировочка, и сатинирование идет. Хорошо, ребята прям стараются. Сделано неплохо. Нигде, кстати, ничего такого резкого нет. Хотя корпус рубленый, но что-то где-то, чтобы топорщилось, чтобы где-то что-то цепляло, нет. Прям заглажено, заглажено. Хотя рубленые грани, они прям видны, они будут на солнце красиво переливаться. Браслет. Браслет неплох. Неплох, мне нравится. Единственное, что, конечно, здесь дешевенькая такая вот застежечка. Но можно сказать, что для облегчения веса, ну, пусть будет так. Есть система быстрой замены, так что можно подкупить от G-Shock'ов что-нибудь каучуковое. Тогда они будут весить еще меньше. Ну, будет более спортивный такой лук. Ну, например, не знаю, там, плавать можно будет с ним. Потому что с браслетом плавать, ну, его нафиг, что называется. По корпусу, значит, мы прошлись. Кнопочки здесь все одинаковые, да. Надписи есть на безеле, но они не видны. Никакого контрастного они не стали здесь краски делать. И это хорошо, потому что они так выглядят более солидно. На мой взгляд. И у нас с вами две стрелки. Часовая, минутная. Все аналоговое. А все дополнительные показатели идут уже на трех субциферблатах. Таких колодцах. Они довольно-таки глубокие. И здесь вот сейчас идут секунды. Здесь дата месяц. Либо можно второй часовой поиск показать. Ну, вот, в общем, все такое полезное. Конечно, не видно нифига. Нужно присматриваться. Не стали они делать контрастные здесь вот эти цифровые экранчики. Я опять же знаю, что многие напишут, что это полная хрень. Но мы с вами смотрим на часы, которые должны призваны быть, выглядят как дорогие стальные G-Shock'и. Поэтому здесь были бы белые у нас циферблаты маленькие. Но это был бы колхоз. А вот в таком виде, да, окей. Может быть, читаемостью, конечно же, большие проблемы. Но зато смотрится так вот. Солидно, стильно, стелс. Вот это вот хорошо. Поэтому, опять же, это зависит от того, кто конкретно и для каких целей эти часы покупает. Поэтому здесь у меня вопросов, опять же, никаких нет. Выглядит классно. Объемный такой циферблат. Глубокие вот эти метки часовые. Они прям высокие. Такие прям аж как креслицы какие-то. Ну, слушайте, приятно смотрится. Приятно. Единственное, что у меня возникает вопрос. Почему здесь минеральное стекло, а не сапфир? Раз уж мы говорим про такой а-ля люксовый стальной G-Shock. Ну, видимо, на более дорогие версии уже сапфирчик нам завезут. Хотя здесь он прям вот уж подразумевается, исходя из того, для чего эти часы, в принципе, покупают. Как обещал, да, очень глубокий, объемный, рельефный циферблат. Приятно сделан. Бизель тоже хорош. Ну, и вот эти все грани, переходы, сатинирование. Хорошо. Мне прям нравится. Знаете, не хуже, чем у Кассио-Океаносов каких-нибудь. Прям годнота. Пришло время подводить итоги. И я хочу сказать так. Да, это часы-компромисс. То есть, повторюсь. Ну, или кратко так скажу. Если вам нужны красивые спортивные часы, чтобы они смотрелись максимально круто и дорого, то эта версия подойдет. Если вам нужен некий инструмент, то, конечно же, эта версия вам не подойдет. Ну, и определенный все-таки вопросик к стеклу. Хотя, ну, ладно, это решение Кассио. Тут все-таки... Хотя, знаете, за эти деньги я все-таки предпочел здесь Сапир. Ну, пишите ваше мнение. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.